Милан, экономический форум, и мы разговариваем с мэром Уфы, Ироком Елавовым. Расскажите, пожалуйста, как у вас налажены, или как вы хотите налаживать экономические отношения с Италией, может быть, с какими-то городами? Город Уфа – это один из крупнейших промышленных центров Российской Федерации, и сейчас очень серьезно подняют внимание городской республики и мэрии, которые позиционировали города на международной арене и поиска партнеров для привлечения инвестиций. За последние буквально пять лет объем инвестиций в городскую экономику вырос в полтора раза, где достиг 110 миллиардов рублей, и 90% инвестиций – это частные инвестиции. Мы очень серьезно сейчас работаем с европейскими странами, с странами восточными, такие как Китай, Корея, для того, чтобы модернизировать как промышленность нашего города, так и социальную и транспортную инфраструктуру, дорожную инфраструктуру. И приглашаем итальянских партнеров для участия в этой работе. Мы очень надежные партнеры. Два года подряд мы по результатам рейтинга журнала «Форбс» признаемся вторым городом в России по удобству и комфорту ведения бизнеса. Это очень серьезное достижение. А так, по основным экономическим показателям, УФА входит в топ-5 городов Российской Федерации. По объему промышленного производства мы вообще вторые, если не считать Москву и Санкт-Петербург. А так, среди крупнейших городов Российской Федерации мы сейчас находимся по многим показателям на лидирующих позициях. Хорошо. Глава республики уже рассказал о некоторых преимуществах, которые и налоговых, и помощи в организации бизнеса в республике. А вы как мэр, есть какие-то еще преимущества именно для УФА? Да, есть и такие преимущества. Во-первых, это вопросы, связанные с арендой или налоговыми вопросами, связанные с выделением земельных участков. Можно установить льготную ставку аренды земельного участка. Если земля приобретается в собственность, то льготная налоговая ставка тоже будет. Второй, значит, у нас так называемый подход – это отключение к первому колодцу. То есть, если инвестор приходит с излучительными ресурсами, вкладывая в развитие города, то подключение инженерной коммуникации, воды, электричества, водоотведения, теплоснабжения и так далее, происходит по минимальному варианту, то есть от ближайшей точки подключения. То есть, технические условия, которые предоставляются инвестору, они самые щадящие. То есть, инвестору надо только на своем участке построить, а всю энергетическую составляющую уже фактически получают от города. Какие в основном области вы развиваете, кроме нефтехимии, естественно? У нас очень развито в Уфе машиностроение. Машиностроение высокого уровня, связанное с авиационной космической промышленностью. Мы очень большое внимание сейчас уделяем развитию бытовых условий населения. Бурно у нас растет все, что связано с ресторанным бизнесом. И очень высокая у нас покупательская способность. По объему товарооборота мы находимся на третьем месте в России среди крупнейших городов Российской Федерации. Да и средняя заработная плата у нас тоже относительно высокая. Это более 35 тысяч рублей. Для России это очень серьезная плата. И мы здесь тоже входим в топ ведущих 10 городов Российской Федерации. Поэтому покупательская способность есть. Население растущее. Мы единственный город крупный в Российской Федерации, который в последние 8 лет имеет устойчивое естественное проростное население. Плюс еще миграционные потоки. И мы за последние годы покупали в проросте. Дополнительно население в городе 1 миллион 120 тысяч человек. Еще почти 80 тысяч. Свой город развивающийся. Спасибо вам. Большое спасибо.